Приветствую вас дорогие друзья Евгений Гордеев из города Героя Смоленска Друзья мои На вопрос мой О том можно ли украсть Грязи на полтора миллиона рублей Каждый из вас скажет Да хоть на 150 миллионов Грязи у нас чего-чего А грязи на наших дорогах Да порой на наших улицах В подвалах наших домов Где еще Чертова уйма Сколько хочешь Вази не перевози Таскай не перетаскай И вот Я вам рассказываю случай О хищении грязи На полтора миллиона рублей Это случилось Знаете в Крыму В Сакский районный суд Поступило Из Следственного комитета Регионального Уголовное дело По обвинению Некой бывшей чиновницы В хищении лечебной грязи Сакской Сакская лечебная грязь Знаменита По всем мире На 1,2 миллиона рублей Миллион 200 тысяч Понимаете Квартиру можно купить В Смоленске Хорошую Однокомнатную Большую Хорошую Не уголовую Не на последнем Не на первом этаже Вот Это Предприимчивая Особа Которая раньше Работала В этом Крымской Гидрогеологической Режимной Эксплуатационной Станции Станции этой Кстати 100 лет уже Век целый И за целый век В первый такой случай Никто не догадался Значит Стащить грязь И продать ее А это Тетенька Да ей Честно говоря Надо Должность Хорошую дать Там же В колонии Заведовать Заведовать Местной грязи Какой Она может там Окурки собирает Так сказать Заворачивать Бумагу новую Куперностную И продавать Я не знаю Из воздуха Сделает Деньги Вот Это Тетенька Отвечала В этой Станции За прием Лечебной грязи С Сакского Озера С озера Грязь возили И Часть она Оприходовала А часть Оставляла Значит Неоприходованные То есть Неучтенные И Оприходованные И Эту Учтенную Обрабатывали И Расфасовывали Соответствующим Образом На продажу Специальные Такие Пакетики Мешочки Так вот Так что Грязнолицые Дамы Купили У этой Тете Похищенную Ею грязь На Миллион Двести Тысяч Рублей Вот таким Образом Я объясняю Как Из грязи Можно попасть В князи Что еще Можно тут Сказать А ничего Не скажешь Только мне На ум Приходит Одна Это даже Не легенда Это Историческая Правда Исторический Факт Когда Построили Зимний Дворец То его Не было Видно Из-за Куч Строительного Мусора Вся Дворцовая Площадь И все Вокруг Было Зывалено Строительным Мусором А на Вывоз Левое Там Или уничтожение Денег Просто не Было У Петра Третьего У императора И один Мудрый Советник Сказал ему Как Избавиться От этого Мусора Они Что Сделали Обнесли Дерегантным Забором Этот Мусор Сделали Там Глазки Чтобы Можно Было Смотреть В забор И поставили Строгую Стражу И по Периметру И на Въезде Охраняется Мол Когда спрашивали Стражник Что охранять Мусор Ценная вещь А Все 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 У нас Охраняется Каким-то Образом Наверное Представляет По их Понятиям Ценность Да по нашим Понятиям Ценность Представляет И вдруг Так сказать Спокойно Можно За забор Пройти И утащить Значит Охапку Там Или мешок Этого мусора Что они И сделали То есть Россия Страна такая Кто На чем Сидит Тот То и ворует Будем так говорить Тот То и ворует И Одолеть Нас Россиян И Россию Какими-то Санкциями Просто невозможно Мы же Эти санкции И украдем И повернем Против тех Кто Их к нам Ну Против нас Придумал Понимаете Очень Интересная Нация Очень Интересный Народ Очень Интересная Обалденно Интересная Страна И ее Надо Понимать И уметь Наблюдать В том числе И изнутри И рядом Как у нас Все делается Понимаете И очень Трудно Понять Я как-то Взял Тысячу Американских Анекдотов Книжку Такой Библиотеки Думаю Ух Посмеюсь Я прочитал И от корки До корки Ну Просмотрел Сначала читал Потом понял Что-то бесполезно Я Нигде не хохотнул Даже Понимаете Нигде не хохотнул Не смешно И все Американцы Над этими Анекдотами Давятся от смеха Понимаете Помирают От смеха Но они Не понимают Наших Анекдотов Над которыми Мы ржем Доколик В животе Вот такой Наш Менталитет От слова Мент Наш Ментовской Менталитет С вами был Евгений Гордеев Из славного Города Героя Смоленска Ну я добавлю Еще знаете Что мне Одна весточка Тут Как бы Понравилось На фоне Роста Цен Там на фоне Санкций На фоне Разжигаемой Какой-то Войны С украинцами С братьями С нашими Украинцами Вот На этом Безрадостном Фоне Меня порадовала Одна Весть Что Наш Известнейший Певец На песнях Которого Я Вырос Лев Лещенко Отметил Свой юбилей И затратил На поляну Так сказать Накрыть Для друзей Поляну Немного Немало Пять Миллионов Рублей Ну что Надо радоваться Что На фоне Так сказать Серой Нашей Жизни Где мы Прозябаем Так сказать В таких Каких-то Условиях Еще умудряемся Заботиться О братьях Наших Меньших О кошечках Вот у нас Около 50 Декошек В домашнем Нашем приюте Есть вот Такие люди Которые Широкая Натура Но почему бы Нет Я как не Напрягался Значит Я не мог Никак Сообразить А что же Можно такого Сожрать Значит На Две Моих Квартиры Вот У меня Четырехкомнатная Квартира Семьдесят Восемь с половиной Квадратных метров Она стоит Значит В два раза Меньше Ну И еще меньше Потому что Кошки ее Так сказать Немножко уже Окошарили Чем Наш Знаменитый Лев Лещенко Истратил На Свой юбилей Что можно Такое Сожрать На юбилее Или сколько Он дней Может длился Ну я думаю Что он длился Допустим Ну День Ну сутки Значит Кто-то там Ночью просыпался Из салата Физиономия Вынималась Снова выпивалась Снова в салат Ну Не более того Что можно Наесть На пять миллионов рублей А может быть Он Там Так сказать Дворец В Кремлевске Снимал Значит И это Входит Или это Только На На проедание Затрачено Я не знаю Ну пять миллионов Мне просто Понимаете Мне даже Гордость какая-то Прошибает Перед Гордость Вот перед Американцами Перед Французами Перед Лондоном Что У нас Они думают Что мы тут Так сказать Вот А мы Вот Мы Отмечаем Там Юбилей И тратим На это Пять Миллионов Рублей Ну я понимаю Грязи украсть На миллион Двести тысяч Но на пять Миллионов Наесть За один Присесть Это круто Лев Валерьянович По моему Так его отчество По памяти Огромное вам Спасибо Значит За ваши песни За то Что вы Есть И будете есть Судя по тому Дай вам Бог Значит До столетнего Юбилея Дожить Я представляю Если вы сейчас Значит Пять миллионов То на столетний Я думаю И 50 миллионов Мало Потому что Я тоже хочу Поучаствовать В этом празднике жизни Я Я помню Значит Что у Юрия Антонова Тоже значит 49 кошек Было тогда Сейчас не знаю Может 50 А может 48 Вот А может уже 100 Но он Тоже Но он на Рублевке Так сказать В коттедже Живет И там Его кошки Рублевские Так сказать А мои Долларовские Смоленские А его Рублевские Рублевки Сало Ем Люблю Сейчас дома Шматок Есть сало Хотя Вроде бы Запрещено Но Мне Лично Не особо Но Холестерина Наверное Много Но я Помню Одна Лариса Викторовна Это Она была Главврач Поликлиники При институте Имени Герцена Это институт Ведущая В стране Тогда В Советском Союзе Медицинское Учреждение Сначала Живот Значит Выдвижался Вперед Живот 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 А потом Сама появлялась Лариса Викторовна Дай Бог Здоровья Хорошая Женщина Во многом Помогала Мне И Моей Жене Которая Все-таки Первая Жена Умерла Все-таки Этой Проклятой Болезни В 40 лет Умерла Ну Не будем О грустном Это было Давно И я Хочу Сказать Что Вот Так Друзья Мои Россия Наша Умом Россию Не понять Аршином Там В общем Не измерить Короче Надо в нее Только верить И мы верим В нее Мы верим В нее Верим В нее Верим В себя Не верим Только тем Кто нам Такую жизнь Веселую Устраивает Кто Сказал В учебнике По Обществознанию Для 11 Класса На 366 Странице Что В России Значит Три класса Типа есть Это Олигархи 3-5 Процентов Дальше По 17 Примерно Средний Класс Это Учителя Врачи Так сказать Инженеры И Остальное Работяги Ну Пенсионеры Безработные Нищие Рабочие Христиане Если они остались Это все остальное Короче Оно там не называется Как бы Так как Некоторые Эти Нам преподносят Быдлом Не называется Ну 80% Я отношусь Как пенсионер К этому Быдлу Оказывается И все это Преподносят Нашим детям В 11 Классе На выходе Так сказать Большой Взрослый Мир Фу на вас Вашими Учебниками Друзья мои Прошу помогать Нашему Приюту Котовасе 67 Спасибо вам Огромное За такую Помощь И я Всегда Буду Рассказывать О тех Из вас Кто это Сделал Вот знаете Что Одна Женщина Ну просто Я Ну Я в шоке Так сказать От ее доброты Она Азвали Через день Буквально По 150 рублей Присылает Присылает Ну Мне Сейчас скажу Вот Перевод 150 рублей Рушан Нургалиевна Рушан Нургалиевна Огромное Вам Спасибо Не делайте Этого В ущерб Себе Понимаете Меня Грызет Какая-то Моя Совесть За то Что Я Прошу Вот в каждом Ролике Не принимайте Каждое Вот это На себя Значит Потому что Я знаю Что вы Наверняка На пенсии Вам может Нравятся Мои ролики И Вы Любите Очень Животных И вы Милосердная И добрая Но Честно говоря Просто Хочется Отправить Вам назад Только не знаю Куда Денежку Потому что Я Честно говоря Обращаюсь Ну ко всем А вы Воспринимайте К себе Это Понимаете Рушан Огромное Вам Спасибо Огромное Человеческое Спасибо Огромное Кошачье Спасибо Мяу Оно звучит Мяу Это Спасибо От моих Или Мяу От моих Котиков Кошечек И котеек И котеек Тоже Маленьких Огромное Спасибо Всего Нам всем Добро Здоровья Счастья Всех благ Мирного неба Над головой И самое главное Не болейте Живите долго Мы должны С вами Вместе Сообща Дождаться По делу Влада Бахова Ответа О том Что же с ним Произошло И дождаться Той светлой поры Когда весь этот Бардак В нашей стране Закончится Пока